МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа «Город. Новости по-выборски». С вами Людмила Перминова. Здравствуйте. Вот лишь некоторые темы этого выпуска. Навести порядок в Выборгском районе, пообещал начальник районного управления МВД Эдвардос Вашкис. Светлый праздник нового начала. В Выборгском филиале Академии народного хозяйства и государственной службы выпускникам вручили дипломы. Спортивные выходные на берегу залива. В нашем городе прошел турнир по пляжному волейболу. Выборы депутатов Государственной Думы России и депутатов областного парламента пройдут 18 сентября. Представители 12 региональных отделений политических партий приняли участие в совещании. Речь шла о подготовке к выборам на территории Ленинградской области. Руководитель Ленобл-Избиркома Владимир Журавлев рассказал о правовой базе, об этапах избирательных кампаний, раскрыл ключевые положения избирательного законодательства. Он также напомнил, что в избирательных комиссиях продолжается прием документов для регистрации. На выборах в Госдуму он продлится до 3 августа, на выборах в Законодательное собрание области – до 6 августа. Депутаты областного парламента подвели некоторые итоги 5-го созыва. Перед летними каникулами с представителями СМИ 47-го региона встретились председатели постоянных комиссий. Главная тема обсуждения – неэффективное использование бюджетных средств. Ряд комитетов в большей степени, ряд комитетов в меньшей степени, но имеют место нерациональное использование бюджетных средств, с чем мы боремся. По наряду комитетов и по ряду нарушений мы передали в прокуратуру Ленинградской области и по другим комитеты сделали для себя определенные выводы для того, чтобы подобных ошибок не допускали. На встрече затронули тему поддержки социально незащищенных категорий граждан, выплаты пособий и экологии. В областном ЗАГСе выступают за раздельный сбор мусора на территории Ленинградской области. Однако нерешенным остается вопрос, как убедить перевозчиков мокрые и сухие отходы транспортировать в разных машинах. А заставить перевозчика рассчитать свою логистику и, скажем, алюминий, пластик, стекло складывать в одну машину, а другие отходы в другую, мы не можем сейчас законодательно. Заключительное заседание законодательного собрания Ленинградской области 5-го созыва состоится 13 июля. Семь убийств раскрыли выборские следователи с начала года. Всего за шесть месяцев было возбуждено 8 уголовных дел данной категории. По сравнению с аналогичным периодом 2015 года их количество сократилось. Одно убийство остается нераскрытым. Проводятся оперативно-следственные мероприятия. Уголовные дела производством не приостанавливались. В 2016 году в первом полугодии по тяжким преступлениям задача одна – это найти лицо, совершившее данное преступление. Кроме того, в первом полугодии возбуждено по причине тяжкого вреда здоровью повлевшей смерть потерпевшего три уголовных дела. Изнасилование зафиксировано на территории Выборгского района одно, в том числе и по сравнению с прошлым годом. Все они раскрыты. На днях выборгские следователи раскрыли очередное преступление. В конце мая на несанкционированной свалке в районе Подгорье был найден труп мужчины с ножевым ранением в области сердца. Тело было упаковано в картонную коробку. Как выяснилось позднее, этот человек проживал в Петербурге и пропал еще зимой. В совершении убийства обвиняется его напарник. Вместе мужчины занимались отделкой квартир. В ходе ссоры один зарезал другого, а тело вывез в лес под Выборгом. Произошла ссора, в ходе которой один из них не отдал денежные средства. Другой требовал. Происходило это все в машине в Приморском районе, в микроавтобусе, где лицо, которое подозревается в настоящее время в совершении данного преступления, произвело ножевое ранение в сердце данному мужчине. Дело было сложное, неочевидное. Очевидцев практически не было. Оперативным сотрудникам большое спасибо, которые участвовали в раскрытии данного преступления. Следователь, который скрупулезно все изучал. В результате данное убийство у нас раскрыто и будет дело готовиться на направление в суд. Как рассказал руководитель Выборгского следственного отдела, участились случаи падения с высоты маленьких детей. В этом году уже два малыша в нашем районе выпали из окон. Дети не погибли и хорошо, что так получилось, но травмированы были. Хотелось бы предупредить родителей по поводу того, чтобы балконы, двери, окна, все-таки они были как-то прикрыты. И не допускать младенцев, скажем, от двух лет, чтобы они играли на балконах и, не дай бог, опирались на москитные сетки. Это у нас не защита, это, наоборот, может повлечь тяжкий вред здоровью, где ребенок может погибнуть. Увеличилось количество преступлений, совершенных подростками в сфере незаконного оборота наркотиков. За шесть месяцев следственным отделом было возбуждено три таких уголовных дела. Так, на днях на наркотиках попался 17-летний житель Выборга. В ходе личного досмотра сотрудники вневедомственной охраны обнаружили у него почти полтора грамма запрещенного вещества. Проводятся следственные действия. Выборгский район нельзя назвать наиболее криминализированным в Ленинградской области, уверен начальник районного управления МВД Эдвардас Вашкис. Сегодня он дал первую с момента своего назначения пресс-конференцию для местных журналистов. Об этом наш следующий сюжет. Четыре месяца назад Эдвардас Вашкис возглавил ОМВД по Выборгскому району. Свою деятельность он начал с укомплектования руководящего звена. Посты его заместителей и начальников подразделений заняли как местные полицейские, так и стражи правопорядка из Петербурга. Верхушка управления сформирована практически полностью. А вот общий некомплект личного состава составляет 35 единиц. Из них 8 – это должности участковых уполномоченных. Сразу четырех Анискиных не хватает в Рощинском отделе полиции. Трех следователей у меня не хватает. Двух сотрудников отдела уголовного розыска и двух сотрудников изолятора временного содержания. Мы сейчас принимаем меры для того, чтобы укомплектоваться. Поэтому еще раз я попрошу граждан, если есть желающие, служить. Приходите. Но там не только юридическим. Там на некоторые должности нужно юридическое образование, на некоторые и не нужно. По итогам первой половины текущего года в нашем районе произошло снижение уровня преступности. Затем зарегистрировано 1163 преступления. На 64 меньше, чем за такой же период 2015-го. Эдварда Свашкис связывает это с усилившейся профилактикой, осуществляемой в том числе с использованием уличных видеокамер. Однако раскрывать пока удается только половину преступлений, что сказывается на рейтинге управления. На данный момент оно занимает 15-е место из 18 подразделений Ленобласти. Этот показатель станет выше к концу года, считает начальник УМВД. По его словам, силы и средства для этого есть. Положительные тенденции наметились уже сегодня. Раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений растет. К примеру, распутаны все убийства, совершенные в первом полугодии. Хуже обстоят дела с кражами, особенно в садоводствах, которых в районе насчитывается 532. По мнению Вашкиса, ситуацию можно изменить, если дачники сообща начнут нанимать сторожей. Как известно, с недавних пор Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков и Федеральная миграционная служба перешли в подчинение МВД. Министерство отныне осуществляет функции упраздненных ведомств. В этой связи Выборгский отдел наркоконтроля был ликвидирован. Четыре его сотрудника перешли на службу в районные ОМВД. Изменения в настоящее время продолжаются и в миграционной службе. Там произошло почти что на 50% сокращение личного состава. И на данный момент будет два всего отдела. Будет отдел по Выборгскому району, который будет, ну два отделения точнее будет. Один в Выборге будет находиться, а второй будет находиться в Рощино. Те паспортные столы, которые находились в Светогорске и в Советске, они будут сокращены уже в ближайшее время. Вот сегодня-завтра оттуда вывозится имущество, и гражданам придется обращаться в город Выборг. Но кроме этого у нас есть МФЦ, конечно, и большинство своих граждан обращаются в МФЦ, и там оформляют документы. Функции, которые выполняла ФМС, они все остаются, только часть из них останется здесь, в Выборге, а часть передают в Санкт-Петербурге, в которой уже управление там будет работать. Полицейскими ведется активная работа по выявлению фактов фиктивной постановки иностранных граждан на учет. В этом году на жителей района, оказавших мигрантам незаконную услугу, заведено 43 уголовных дела. Судом вынесены обвинительные приговоры. А для борьбы с поджигателями автотранспорта в управлении сформирована специальная оперативно-следственная группа. С начала года зарегистрировано 17 таких фактов. Из 17 поджогов два дела раскрыты. Если взять, это я могу сказать, что в несколько раз уменьшение произошло количество данных преступлений. Можно сказать, что на данный момент поджоги транспортных средств не являются самым актуальным преступлением в Выборгском районе. Нам удалось сбить основной массив этих преступлений. Среди успехов полицейских Эдвардос Вашкис назвал раскрытие незаконных врезок в нефтепроводы и рубок леса, а также изъятие контрафактной продукции из торговых точек. По его мнению, проводимая работа позволит управлению выйти в лидеры Полинобласти в начале следующего года, а значит, стабилизировать криминогенную обстановку в районе. Людмила Перминова, Александр Сорокин, Медиагруппа «Наш город». Выборгская прокуратура встала на защиту прав обманутых дольщиков. Сотрудниками ведомства возбуждено уголовное дело в отношении руководства организации «Проминвест» по статье «Мошенничество в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение». Начав строительство жилого дома на углу проспекта Ленина и Рыбного переулка, «Проминвест» обязался завершить работы к сентябрю 2015 года. Организация заключила 65 договоров на долевое участие в строительстве на общую сумму около 225 миллионов рублей. Однако лишь выполнила работы по монтажу фундамента и конструкции первого этажа. Сегодня на площадке безлюдно, бытовки полуразрушены. Организация «Проминвест» в настоящий момент не находится по фактическому адресу в городе Выборг. Установлено, что согласно решению арбитражного суда в мае 2016 года застройщик признан Баткротом. Директор организации в настоящий момент в органы прокуратуры и полиции не является. Местонахождение его не установлено. В организации имеется задолженность по арендной плате в общей сумме порядка 2 миллионов рублей. И с каждым днем она увеличивается. Уголовное дело Выборгским прокурорам было заведено 30 июня. Сотрудники ведомства активно ведут сбор доказательств. Принимаются меры к установлению местонахождения лиц, в отношении которых необходимо выполнять следственные действия. По итогам первичного расследования будут выработаны дополнительные меры, направленные на сбор доказательной базы. При наличии необходимости будут приняты решения о мере пресечения в отношении виновных лиц. Лето. Пошли грибы. В леса Выборгского района устремились любители тихой охоты. Помимо подосиновиков и подберезовиков, некоторым попадаются неожиданные находки. Неразорвавшиеся боеприпасы в большинстве случаев времен Великой Отечественной войны. С января по июль в Ленинградской области зафиксировано уже 242 таких случая. Обнаружено 642 единицы боеприпасов. Все они утилизированы. Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области напоминает, при обнаружении взрывоопасного предмета ни в коем случае не следует его трогать или перемещать. О находке необходимо срочно сообщить по телефону 112 или 456 11 12. Путевка в большую жизнь. В Выборгском филиале Академии народного хозяйства и госслужбы при президенте Российской Федерации прошел очередной торжественный вечер. Вручали дипломы об окончании вуза 31 вчерашнему студенту. Молодые люди выбрали своей специальностью – государственное управление и экономику. О том, как они прощались с Альмаматор и какие напутственные слова услышали, наш корреспондент Наталья Березовская. Самый торжественный день для студентов всех поколений – выпускной вечер. Переступая рубеж юности, девушки и парни слегка волнуются. Ведь для них день вручения дипломов об окончании вуза – это момент вступления в настоящую взрослую жизнь с ее трудностями и бесконечными заботами. Но пока это лишь предчувствие. А сегодня пусть будет праздник и поздравления. Самим виновникам торжества и тем, кто привел их к победному рубежу – педагогам и родителям. Вручая первый диплом, глава муниципального образования Выборгский район Александр Лысов попросил разрешения публично показать документ и пожелал молодому человеку… Найти хорошую работу, эспект, продолжать. На благо, потому что там на прокате написано «Будущее зависит только от тебя». Берегите. Добрые слова поддержки глава муниципального образования нашел для каждого выпускника, которому вручал путевку в большую жизнь. А в приветственном слове еще раз подчеркнул, как важно на этапе становления обрести правильных учителей. Профессорский преподавательский состав, целых 56 человек получали в этот состав студентов, которые находятся здесь. Они вложили в вас всю свою душу, все свои знания. И сегодня праздник не только для вас, сегодня же записан праздник, где профессорство преподавательского состава, которые трудились и старались… Аплодисменты. Затем эстафету принял депутат Законодательного собрания Олег Петров. Он особо отметил изменившееся состояние бывших студентов. Ведь у многих он лично принимал государственные экзамены и присутствовал на защитах дипломных работ. И видел вчерашнее волнение и сегодняшнее приподнятое настроение. Напутствовал же он будущих коллег словами своего отца. И вот я всегда буду помнить слова папы, которые мне говорили. Ученым, может быть, ты станешь, а вот станешь ли человеком – это большой вопрос. Так вот я вам всем хочу пожелать, чтобы вы стали человеком, которого будут уважать в течение всей жизни, сколько Бог вам отвел жить на этой замечательной земле. Участие в церемонии вручения дипломов приняли также начальник управления пенсионного фонда «Алла Свищ» и генеральный директор УАО «Ростек» Виталий Иванов. А красные дипломы с только отличными оценками выпускники Академии получили из рук директора Виктории Иваненко. От имени педагогического коллектива Виктория Иваненко пожелала бывшим воспитанникам не теряться в большой жизни. Здесь, в этих стенах, вы нашли не только, наверное, обрели не только знания, а вы еще обрели друг друга. И я хочу, чтобы вы по жизни дальше не забывали друг друга, а шли в руках об руках. Кто-то нашел даже свою любовь, а кто-то нашел своего, наверное, друга по жизни. Поэтому я вам желаю счастья, добра. И не забывайте, пожалуйста, свою альмамату. Все почетные гости желали в этот день молодым людям оправдать собственные надежды, найти надежных работодателей и, конечно, не останавливаться на достигнутом. Ведь нет предела совершенству. Наталья Березовская, Николай Смирнов, медиагруппа «Наш город». Делегация Ленинградской области, состоящая из лучших учащихся образовательных учреждений, побывала в Международном детском центре «Артек». В десятку счастливчиков попала и ученица Выборгской гимназии Дарья Слобожанинова. Своими впечатлениями от поездки в Крым девушка поделилась с нашей съемочной группой. Смена называлась «С днем рождения Артек», так как 16 июня празднуется, 91 день рождения Артека праздновался. И всю смену, ну, были какие-то мероприятия на подготовку к этому большому дню, то есть соревнования, конкурсы на выявление лучших. А непосредственно уже 16-го был концерт и награждение. 21 день в Крыму пролетел для юной Влборжанки как один, оставив, однако, солидный багаж знаний и навыков, столь необходимых для современного молодого активиста. Это вообще маленькая жизнь просто. Это новые друзья и открытия. Я попробовала что-то новое, то есть, например, занялась верховой ездой или там, скарабкалась на гору, на знаменитой Удак. Вот, опять же, друзья по всей России. И мы, сколько времени прошло, до сих пор общаемся и даже как-то пытаемся, может, встретиться. Вот, то есть, вот это вот как вот отдельная жизнь. Во-первых, стоит добиваться туда поехать, потому что это непросто. И это потрясающе, на самом деле, да, стоит. Добавим путевку в Артек. Наша землячка получила за особые успехи в учебе, волонтерской деятельности, а также активную работу в составе молодежного совета. Доходы региональной казны на 2016 год увеличены на 5,5 млрд. рублей. Расходы чуть более чем на 7 млрд. Губернатор Александр Дрозденко подписал закон, который внес изменения в областной бюджет. Поправки, инициированные главой 47-го региона, позволили увеличить финансирование приоритетных расходов. Дополнительные средства направлены на социально-культурную сферу, адресную инвестиционную программу, поддержку аграриев и жилищно-коммунального хозяйства. Официальный курс валют на 13 июля, установленный Центральным банком РФ, составляет евро 70,98 рубля, доллар 63,90 рубля. Ленинградская область готовится к Кубку конфедераций и Чемпионату мира по футболу 2018. Об этом сообщил в ходе заседания Координационного совета по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленобласти глава 47-го региона Александр Дрозденко. В настоящее время по техническому заданию Министерства спорта разработан проект строительства тренировочной базы в Рощино со стадионом, где разместится одна из команд-участниц Чемпионата мира. Конкурс на строительство объекта планируется объявить в конце июля. Губернатор также отметил, что область проведет подготовку к приему большого количества туристов. Открытый турнир города Выборга по пляжному волейболу во второй раз прошел в нашем городе. Соревнования, дебютировавшие в минувшем году, нынешним летом собрали более 30 команд. Интерес к ним проявили в том числе многочисленные иногородние участники. Подробнее в следующем сюжете. Выборг Оупен вновь объединил любителей пляжного волейбола. В турнире, состоявшемся на городском пляже, приняли участие 21 мужская и 12 женских команд из Петербурга, Москвы, Ленинградской области. В составе каждой по два человека. В этом заключается одно из отличий пляжного волейбола от классического. В него, как правило, играют парами. Каждый из партнеров должен одинаково хорошо уметь атаковать, блокировать, принимать подачи. Тогда как в классическом волейболе у всех членов команды, состоящей из шести человек, разные задачи. Впрочем, любители игры на пляже трудностей не боятся. Напротив, отмечают, что это более подвижный эмоциональный вид спорта. И на пути к успеху используют свои приемы. Жесты обозначают, какую часть поля я закрываю блоком, какую часть поля он защищает сзади. Это неотъемлемая часть игры, токсическая схема. Владимир Платонов участвовал в турнире в паре с Ильей Новожиловым. Выборгцам противостояли волейболисты из северной столицы. Наши ребята играют вместе меньше года. Однако это не помешало им дать серьезный отпор соперникам. Отчасти сказался большой опыт Владимира Платонова. Волейболом он занимается с 10 лет. Любовь к этому виду спорта ему привел дедушка Владимир Владимирович Платонов, долгие годы тренировавший выборгскую волейбольную команду «Фаворит». Сегодня внук продолжает его традиции, занимается тренерской работой. Волейбол – это же как образ жизни. Ты им занимаешься в любое свободное время, и это твой досуг, поэтому без него уже никак. Как и любой спорт – это целеустремленность, желание чего-то добиться, и просто физическая форма и здоровье, поэтому без спорта никуда. Наши ребята одержали победу над соперниками со счетом 2-1. А по итогам двух соревновательных дней первое место среди мужских команд заняли Святослав Табашников и Лев Прима, представляющие северную столицу и поселок Первомайское. Серебряными призерами стали волейболисты из Петербурга и Соснового Бора Евгений Васильев и Константин Павлов. Бронза у петербуржцев Александра Галкова и Владимира Курочкина. Достойные соперники организации у нас есть такое сложилось. На самом деле в Петербурге у нас немножко не так. А здесь как-то все по-дружески, и даже если проиграл, то все равно сохраняется такая теплота отношений, все поддерживают друг друга. Турнир развивается, девушек в этом году добавили, команд больше приехали. Организация тоже интересная, поэтому здорово. У женщин весь пьедестал почета заняли петербургские волейболистки. Турнир оказался настолько популярным у спортсменов, что организаторы решили продолжить традицию его проведения в следующем году. В волейбольное сообщество у нас в городе Выборге района развито очень хорошо. Проводится огромное количество турниров, и профессиональных, и непрофессиональных. Если посмотреть на площадку авангарда, она частенько заполнена. Ну а это еще один повод напомнить о прелестных интересах этого вида спорта, и для молодежи в том числе. Людмила Перминова, Александр Сорокин, Медиагруппа «Наш город». Триумфальные выходные для фаворита. Выборгские спортсмены успешно выступили на всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам на роллерах. В гонке, которая проходила в Токсово на дистанции 3 км свободным стилем, золото завоевал Анатолий Вахрушев. В заезде спринт на Дворцовый Дмитрий Пафнутов одержал уверенную победу. В Хорватии на днях прошел первый этап Кубка мира по лыжероллерам. Наша землячка из Рощина Ольга Плотникова завоевала бронзу в 10-километровой гонке свободным стилем, уступив россиянке из Новгородской области и представительнице Швеции. Следующий этап Кубка мира пройдет в Швеции с 5 по 7 августа. Уже завтра на стадионе «Авангард» пройдут финальные встречи турнира «Кожаный мяч». Лучшие команды будут сражаться за выход во всероссийский финал соревнований. Начало игр в 10 часов утра. Поддержите выборгских футболистов. Наш выпуск на этом завершен. Увидеть программу «Город новостей» по Выборгске можно сегодня на телеканале «Матч ТВ» в 23 часа и завтра в 9.30, а также на ТНТ в 8 утра и в 14 часов. Еще больше новостей на сайте выборг.тв и в группе «Выборг ТВ» в социальных сетях. А я благодарю вас за внимание. До завтра. Субтитры предоставил DimaTorzok В Петербурге временами дождь. Днем около плюс 20, ночью 15-16, ветер западный 4-5 метров в секунду. Лапинранти кратковременные дожди. Днем 18-20, ночью 13-15 градусов тепла. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду. В Хельсинки ясно. Днем плюс 18-20, ночью 14-15, ветер юго-западный 6-8 метров в секунду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова